31 января в женской клинике Нарва Хайгла состоялось торжественное мероприятие по случаю вручения представителям АЭС Сельвер денежного сертификата акушерскому отделению на покупку аппарата для скрининга слуха новорожденных. Средства были собраны магазином Кереси Сельвер в рамках благотворительной кампании «Вместе легче». В рамках кампании в период с 17 ноября по 4 января продавались шоколадки латте и весь доход о продаже которых пошел в эту кампанию. Весь 2011 год покупатели оставляли центы евро в контейнерах специальных для денег и также большой вклад наших партнеров Вильнюс Пергали и Акса Мюсли. Мы, конечно, благодарим всех клиентов и партнеров, которые помогли нам в проведении, в осуществлении этой кампании. И очень нам приятно, что отдаем эти деньги в нашу больницу нашим деткам. В основном Сельвер собирает средства для приобретения оборудования для детских отделений. Ну и вот в этом году эта акция закончилась тем, что деньги будут направлены на приобретение аппарата для скрининга слуха новорожденных детей. Каждый ребенок, родившийся в Нарской больнице в течение первых дней после рождения, проходит обследование, определяется, слышит ребенок или нет. У нас такой аппарат уже есть, и мы работаем по этой проблеме уже несколько лет, обследуем новорожденных. Но тот аппарат, который будет куплен на средства Сельвера частично и Нарской больницы, он является более высокочувствительным, более высокого уровня, высокого класса, и он позволит более точно проводить диагностику и своевременно направлять детей на обследование, дальнейшее обследование и возможное лечение в клинике Тартусского университета. За время компании было собрано более 76 тысяч евро, которые предназначены для 15 больниц по всей Эстонии. Конкретно Нарской больнице было передано 2305 евро. Детский врач Нарской больницы доктор Лидия Сидимска рассказала, сколько вообще рождается детей с нарушением слуха. На сегодняшний день 23 человека. Значит, развитие ребенка может страдать, если он не слышит, но если его вовремя коррегировать, а что значит, это происходит в клинике Тартовского университета, ребенка приглашают на дополнительное обследование более высокочувствительными аппаратами, а не тем, которым мы пользуемся. Это называется скрининг первого уровня. Аппаратик, а там в клинике ставят диагноз, ребенку ставят протезы слуховые, и тогда он уже слышит, развивается соответственно. И тем не менее, вот столько детей на сегодняшний день остается, которые требуют все-таки коррекции. Я считаю, что это значит, действительно, за каждого ребенка. Мы сейчас боремся в республике, чтобы у него было полноценное здоровье и своевременно хорошее развитие. Поэтому большое спасибо спонсорам и администрации, если мы получим много уровней. Я его видела, этот аппарат, который все-таки быстрее, лучше, точнее делает вот это вот обследование. Детей с нарушением слуха рождается немного, но заметить эту проблему у маленького ребенка трудно. Проверка слуха у младенцев позволяет выявить нарушение заблаговременно, что крайне важно для дальнейшего развития ребенка. Что такое скрининг слуха? Это выявление каких-то недостатков или отсутствия слуха у новорожденных. Всем детям, родившимся у нас здесь в больнице, мы проводим такую процедуру. Эта процедура, конечно, очень важна для новорожденного, для его родителей, так как от ранней диагностики нарушений слуха зависит, естественно, развитие ребенка в будущем, его адаптация во взрослой жизни. Этот аппарат у нас, ну, в общем-то, старого поколения, он, ну, во-первых, он менее чувствительный. Есть ряд причин, по которым у нас не получается проведение вот этой процедуры. То есть эти причины даже оговорены вот этих буклеток, которые мы даем мамам на всякий случай, чтобы они изучали и не волновались, что когда мы говорим, придется переделать, придется переделать. Иной раз вот приходится за время пребывания их в больнице несколько раз эту процедуру делать. То есть какие там могут быть причины? Ну, во-первых, недоношенность ребенка. Потом есть такие показатели, как уши, в которых находятся, допустим, околоплодные воды, родовая смазка. Вот это все снижает чувствительность аппарата и не дает нам нужного сигнала для того, чтобы аппарат выдал какой-то результат. И вот, конечно, мы очень надеемся, что новый аппарат будет более чувствительный и как раз нам будет, несмотря на эти нюансы, давать результат сразу же. Потому что несколько раз приходится ребенка беспокоить. Мамы волнуются, почему не получается, а вдруг у нас как бы непорядки со слухом. Конечно, всем объясняем, что нужно подождать, нужно подождать. И вот некоторых, что даже приходится в месячном возрасте приглашать детей, потому что не получается. В выявлении нарушений слуха – новорожденных совершенно безболезненная процедура. Получившая подготовку медсестра или акушерка помещает в слуховой проход ребенка маленькую мягкую насадку, через которую посылаются звуковые сигналы. Когда звук попадает в ухо, то здоровое внутреннее эхо отсылает в ответ эхо, которое и регистрирует компьютер. Такие сигналы называются отоакустические эмиссии. Своевременное обнаружение нарушения слуха позволяет оказать раннюю помощь и поддержку семье ребенка.